Вообще среди пианистов бытует такой вопрос, риторический, как кто из пианистов в истории самый-самый-самый, самый выдающийся, самый значительный, самый... Именно пианист, кто оказал наибольшее влияние на развитие этого вида искусства. И все сходятся в одном, что самый лучший пианист именно Рахмани. Его одаренность, а точнее сказать гениальность в трех ипостасях, как дирижера, как композитора и как пианиста, вот это все в совокупности дало возможность написать один из самых выдающихся и, как я считаю, самый выдающийся в русской музыке концерт для фортепиано с оркестром. Эти слова солиста Рахманиновского вечера Евгения Михайлова показали всю значимость концерта номер три для фортепиано с оркестром, который 1 апреля звучал в стенах Большого зала Ленинского мемориала. Правда, это было во втором отделении, а сначала все услышали рассказ о непростой жизни великого композитора и его фортепианной пьесы. 1 апреля 2018-го Сергею Рахманинову исполнилось 145 лет. Первая часть его жизни прошла в России, вторая – на чужбине. И через всю жизнь он пронес неизбывную любовь к своей родине. Я русский композитор, и мое отечество воздействовало и на мой темперамент, и на мое мировоззрение. Поэтому и музыка моя русская. Во втором отделении Евгению Михайлову уже аккомпанировал Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» под управлением дирижера из Санкт-Петербурга Дмитрия Руссу. Здесь очень важна способность музыкантов проявлять гибкость, умение слышать солиста, идти за солистом. Ну и, конечно, многое зависит тоже от дирижера. И среди дирижеров вообще, вот то и такое мнение, на мой взгляд, тоже справедливо, что аккомпанемент дирижировать значительно сложнее, нежели симфония. Все это смогли в полной мере оценить все, кто пришел 1 апреля в Большой зал Ленинского мемориала на Рахманевский вечер. Алексей Матюнин, репортер 73.